Добрый день. Я хочу сегодня поблагодарить Давида и всю компанию его центра. Это удивительные люди. Я знаю их уже несколько лет. Когда я набрала телефон, еще все сомневалась, стеснялась, переживала. У меня не такие проблемы, как у других людей. Может быть мне не нужно. Но Давид мне быстренько поднял трубку после первого же зумера. Я уже никуда мне не было деваться. Я рассказала свою проблему. Проблема моя такая. Я каждый год уже лет пять. Наверное, мне вот 57 лет в этом году. Страдаю в осенне-зимний период весной гипертонией. Гипертония у меня, тахикардия мучает. Я бессиленная от таблеток лежу днями в кровати. Не могу подниматься, не хожу, не гулять, не по дому ничего делать. Вот такое состояние у меня было весной этой. После первого же сеанса Давид провел мне и сказал, завтра позвонишь в это же время. Но мне было после первого сеанса так хорошо, что я даже думала, звонить мне или не звонить, отвлекать его от работы. Но я звонила, потому что он мне так приказал. Звонила несколько раз. И я после его сеансов просто как на крыльях летала. У меня появился дух. Что-то делать, о чем-то мечтать, строить какие-то планы. Потом был день кризиса, о котором мне тоже Давид предупреждал. И сказал, тоже звони. Как будет плохо, что звони. При этом таблетки никакие он мне не отменял. Ни в коем случае. Все, что мне назначал врач, я отправила. Они посмотрели в центре. Сказали, все так и делай. Я буду независимо от этого проводить тебе сеанс. Но я от таблеток сразу отказалась. Поскольку я их не очень люблю пить, мне после первого сеанса стало легче. Я сразу таблетки выбросила. Я, когда позвонила в кризисный день, Давид поднял мне трубку и сразу улыбался. И вы знаете, мне это настолько вдохновило, что мою боль как рукой сняло. Он действительно какой-то волшебник. Я не знаю, после этого я, наверное, еще два или три раза звонила, как он говорил. И тут вот фоне сглазит и забыла, что это такое. И вот сейчас лето, жара. Я прекрасно себя чувствую. Я гуляю, я загораю, я купаюсь. Я живу полной своей жизнью. Второй момент, когда я так же рискнула обратиться к ним. Заболел муж. Ему поставили диагноз сахарный диабет. На этом фоне разоразилась боль в ногах у него, остро. Он не мог ходить вообще практически по дому. Мы сдавали анализы, УЗИ делали, назначали нам лечение. То же самое. Результат в замкнутом округу. Ты ходишь, пьешь одно, начинает болеть другое. Все эту историю болезни наши знают, как нас врачи лечат. В центре нас отправили к доктору Риме. Мы отправили все свои обследования, как было сказано. Юсеф и Риме. Они посмотрели и, значит, первое, что сделала доктор Риме, нам рассчитала диету. Диету и обязала меня вести дневник за каждый день. Что мы сегодня кушали, какие пили таблетки, какие были ощущения в ногах, как себя чувствовал муж. Я каждый вечер, наверное, на протяжении больше 30 дней писала ей отчет, дневник такой. Потом, когда пошло все на улучшение, она сказала, можешь дневник не писать, но продолжай пить лекарства. Те лекарства, какие нам назначал врач, многие были отменены. И я рискнула и начала давать мужу то лекарство, которое прописала Риме. Слава Богу, мы уже полгода не знаем, что такое боль в ногах. Сахар не повышается у нас выше шести. Вот, поэтому я очень благодарна этим людям. И хочу сказать огромное спасибо. За свои 57 лет я первый раз в жизни встречаю людей, которые лечат бесплатно. Вы понимаете, бесплатно лечить, я не знаю, я очень благодарна. Тысячу раз хочу сказать спасибо вам. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok